Итак, всем привет, с вами ТопГ, мы продолжаем играть в Fallout Old World Blues за НКР. Если вы еще вдруг не подписаны, ребята, обязательно подписывайтесь, а у нас уже совсем скоро, я думаю, будет война с Легионом. Последние у нас будут действия подготовления перед этой самой войной. Мы более чем готовы, у нас есть и танки, у нас есть и силовая броня, элитная пехота и скоро будет куча авиации. Так что, поехали. Следующим фокусом мы берем учение братства. Я все-таки хочу взять побыстрее этот баф на исследование, чтобы к войне желательно получить как раз-таки идеальную теху. Ну и вот это бы быстрее зарашить. Все-таки ячейки нам так или иначе не хватает и не будет особо хватать, но чтобы мы успеем выкачать, то, как говорится, успеем. Успеем мы по идее много. И вот мы левелапаем себе силовую броню и по идее она уже будет лучше, чем наш спецназ. Но это только потому, что мы в общем-то и не исследовали никакую броню спецназа. Тут у них тоже есть левелай, на самом деле, немало. Честно говоря, она даже в чем-то превосходит. Минимум, видите, здесь статы атаки лучше, защита прорыв получше, но броня намного хуже. Ну и, конечно, стоимость чуть подешевле. Но это если сравнивать их вот здесь. А если сравнить их с тем, что мы можем получить в максимуме, скажем так, то вот эта силовая броня, конечно, выглядит посильнее. Но главное, у нее куча брони. Ну и, собственно говоря, у нас тут была нехватка энергии, поэтому давайте будем восстанавливать АЭС. Еще можем пропагандировать войну. Да, нам поддержка война тоже очень пригодится. И нам жестко не хватает ресурсов, поэтому я начинаю строить инфраструктуру, а не завоенные заводы. По крайней мере, пока что подавить очень жестко не хватает. Мы немножко улучшим ситуацию, накачав себе эти технологии. И, наверное, попозже я буду строить себе кто-то из вот этого. Ну, по крайней мере, вот это мне точно нужно в лаборатории. Хотя слишком эффективными я их не сделаю. То, что тоже мне стоит, наверное, сделать, это подзакратить немножко продажу ресурсов. Так что это мы тоже делаем в следующем. Это, я думаю, тоже нам неплохо поможет. Тогда мы выкачиваем себе техи на сирене, потому что на сирене начинает немножко не хватать. Ну и, в общем-то, скоро мы перейдем к финальным фокусам экономики. И прям жестко опроснемся, я бы сказал. И вот она, попаленная СБ Схера. Прекрасно. Ты чего, кустам, будет доступен по силовой броне только когда мы победим уже, собственно говоря, вот Бункер Схиллс, то есть Братство Стали. Это, конечно, можно взять, но этот суперсилен нам сейчас не надо. А этот чуть-чуть попозже, как уже там будет какой-то с ними прогресс. Пока же мы передокачиваем остальные техи, которые немножко отстали, но не слишком сильно. Смотрите-ка, фокус БНП дает нам... А западный университет, это, видимо, что-то еще где-то можно будет апгрейдить. Раз есть такое вот изменение, значит, еще где-то можно тоже бахнуть. Группу по обмену с Мохавой, я так понимаю, медицина, специндустрия и сельское хозяйство. Достаточно полезно, потому что мы отсюда много чего исследуем. И вот она, наша экономика реально просыпается. Все, 57 теперь у нас на БНП уходит. Все еще есть некоторые дебафы на экономику, но в состоянии экономики 14 все еще дает. Но это, конечно, уже не сравнится с тем, что было до этого. Плюс-минус экономические фокусы мы взяли. Давайте возьмем департамент внешних связей. Может, мы еще успеем что-то делать перед войной, хотя, судя по всему, большая часть фокусов здесь уже после войны. Так или иначе. Открываем, может, еще что-то нажимаем, как в нем вот это точно сможем. Ну и потом уже докачаем какие-то бафы военные. Потому что у нас их тоже много. И армия у нас будет действительно очень-очень солидная к войне. И так как я вижу, что у меня идет демобилизация, из-за того, что у нас экономика мобилизовалась, видите, это отнимает здесь людей. Нужно, как я бы сказал, приходится нам мобилизоваться обратно, повысить свою, что-то свой призыв. Нормально-ормально. Итак, давайте теперь благообложение в Бады, Ароя и Штаташи. Ароя, по-моему, была здесь, их уже нету. Я не ошибаюсь, конечно. С этими остальными, я так понимаю, мы сейчас их немножко-немножко разобьем настолько, чтобы они от нас зависели. Считаю это отличным планом. И мы улучшили там, помните, атомную станцию и немножко население. Это получило, в общем-то, традиционный какой-то урон, но не обращаем на это внимание. Смотрите-ка, последователи хотят, чтобы мы демобилизовали нашу экономику. Они просто уничтожили два военных заводов, они хотят. Ну, ладно. Вселенные дебафы сейчас не нужны, и мы их отстроим моментально. Говорится, сделаем вид, что мы их реально уничтожили. Кстати говоря, смотрите, ведь вот эти ребята полностью контролируют всю территорию, это жикарно. Вопрос только, что тут будет делать не Вегас, а доктор Хаус. По идее он идет по историческим путям, но я не уверен, что это даст именно. Потому что я мод не так хорошо сейчас знаю. Говорю, знаем. Они, кстати говоря, выжидают свой час, они готовятся. У них, кстати, видите, экономика, видимо, еще более такая живая, активная. У них, я думаю, ТНП поменьше, и они строят какие-то... Да, у них, в общем-то, и ресурсов, на самом деле, намного-намного больше. Так что, они точно будут давить. Давить будут очень уверенно. От этого только веселее, верно? О, смотрите, что мы нашли. Вестек. Производители силовой брони. Мы еще можем забавить силовую броню. Но это когда мы будем тот фокус брать. Я думаю, мы переключимся вот сюда. Итак, общий рынок. Придет ли это коннексии, неизвестно, но они вступают. Наш общий рынок. Молодцы. Ой, можем, кстати говоря, вот так нажимать. И я думаю, да, это мы будем нажимать. Здесь есть интересные кнопочки, скажем так. Ну и да, я бы их понажимал. Нам нужны сейчас люди. Приглашение можем, смотрите-ка. Братство стражей. Мы можем сейчас, видимо, поджать еще какие-то страны. Давайте так и будем делать. Визитцы Братство стражей. Ломат мы можем пригласить. Это кто вообще? А вот эти ребята. Ну, почему бы нет? И инвестиция в штат Ши. Гражданские мастерские. Мы получаем ДНП, но даст крышечный доход плюс 3. А я так понимаю, я их смогу потом аннексировать, наверное? Посмотрим. Не можем гулять налогами, невозможно. Ничего, сейчас справимся. Так, и я вижу интересную штуку. Легал-заря обосновает КП против нас. А, у нас есть уже шпион-тарковцы. Давайте так вот прям-то побольше шпионов. Мне хотелось бы видеть, когда они атакуют. Но так или иначе, мы тут проводили учения на востоке. И мы более чем готовы к войне. Итак, мы, кстати, получили несколько дивизий силовой брони по фокусу. Я бы их просто распустил, если честно. Мне нужны лески ресурсы. Заодно я построил бы еще одну АЭС. И готовимся противостоять стальной угрозе. Начинаем пропаганду. На самом деле, это не пропаганда. Мы просто открываем людям глаза на истину, конечно же. Мы можем благодарить налогами, невозможно. Я не очень уверен, почему это ничего не делает. Наверное, что-то все-таки делает. Посмотрим. Нажимаем, нажимаем кнопочки. Влияем на соседей. Вторая битва задам гувера. Пицца Махава не выдержит в одиночку. Это правда. Призывайте нас. И вот она, территория Махава подверглась нападению. В скобочках. Они сами решили атаковать первыми. Молодцы. А можно я, пожалуйста, вступлю в войну? Да, прекрасно. Вот это другое дело. И да, я тут собирался что-то, знаете, в оброне может подержаться. Да, походу, не надо. Походу, мы просто сразу идем в атаку. Параллельно здесь поджимаем, я думаю, кнопочки. Это здесь не сильно много хороших кнопок, как я это вижу теперь. Наверное, вот только это нам пригодится, поддержка войны. Остальные всегда такие казуальные. И я еще, скорее всего, возьму еще одну мобилизацию. Плюс, возможно, мужиков чуть больше мобилизирую. Не уверен, посмотрим скоро. Итак, первое, что мне интересно, это какой урон наносит наша авиация. Эффективность только набирается еще. Ой-ой-ой, я уже вижу цифры страшные, а это не максимальные цифры. По идее, да, посмотрите. Посмотрите на эти цифры. И присутствуйте мы еще не имеем. Давайте-ка сделаем вот так. Я верю, насколько много это нам даст. Сторожение в баху. Кстати, вот это я и не предусмотрел. Но ничего, у меня есть, есть силы, скажем так, с этим справиться. А у нас есть здесь вот резерв. И вот здесь вот есть резерв. И вот здесь вот есть резерв. Какая прелесть. Сил, наверное, отправим туда. Сил более чем достаточно. Да, здесь можно было проплыть. Это было нежно для меня. Давайте. Смотрели повеселились с того, как наши ребята слабые атакуют. Давайте теперь атакуем мы. Мы со щитками. С кучей дебафов еще. Ой-ой-ой. Просто посмотрите на эти цифры. Лукадзис штатской, говорится. И да, это мы еще не все мобилизовали всю нашу авиацию. Еще авиацию демобилизовать нам нужны для этого люди. Тут какая-то есть смешная авиация, но мы с ней, я думаю, более чем легко справимся. Ну, сразу же наши танки просто, просто разрывают их. Просто невероятный урон какой-то. И да, я думаю, сейчас мы неплохо так окружимся. Так. Пидесятики на нас что-то так вот? Или это просто вольный вентик? Не знаю. Который повторяется. Это что-то неизвестное для меня. Оно ничего. И да, неплохое окружение здесь. Но это только начало. Нету ни шанса остановить наши высококачественные танковые войска. Поэтому мы будем окружать и уничтожать чертовых прихвостней Цезаря. Сейчас еще займут позиции. И я думаю, сдавать их уже не будут. И да, даже наши пехоты имеют броню, потому что у нас там силовая броня. В поддержке. Прекрасно. И добавлю еще вот эту штуку. У нас, судя по всему, наземная поддержка нету в этом. Ну, отсутствует примерно в том одежде. Видите, один процент. Слабенько, по крайней мере. Потому что мне кажется. И бонус за присутствие в воздухе в принципе не вижу. То есть, видите, нету минус к защите. Хотя, вот оно точно есть. Да, 3-6. Ладно. То есть немножко может со стороны работает. Тем не менее, у нас все еще нету воздушной доктрины. Донись, мы ее обязательно прокачаем. Вы не слушаете, какие-то войска могут все-таки пробивать. Видимо, часть войск Цезаря все-таки понимает, что он броню. Пробивать каким-то оружием противотанковым. Или Цезарь, по крайней мере, решил хоть кому-то выдать оружие, а не атаковать одними палками. Заставил. Поэтому где-то нас немножко останавливают, но как останавливают? Где-то нас не так хорошо пробивают. Вообще, мы не так хорошо их держим. В целом, все равно все очень просто. И сейчас мы вот это вот недоразумение тоже, я думаю, не покончим. Ну, только здесь уже безопасно. Я думаю, можно отсюда уходить. Это вот армия тоже пересылаю сюда. И она поможет выдержать здесь натиск Цезаря. Плюс потом перейдет в контратаку. И да, посмотри, на это производство просто больше одного дирижабля в день делаем. Моментально мы восполняем любые здесь потери. Здесь все-таки они наносят некоторый урон нашей авиации. ПВО какое-то имеется. Ну, конечно, слабо-слабо. Это даже близко не хватает, чтобы нас оставить в потере уже почти 10 тысяч человек. Здесь у Цезаря. Это, конечно, невероятно. И на море мы немножко повоевали. Не очень удачно, потому что я не ожидал, что у Цезаря будет чем отбиваться. Но мы сейчас исправимся. Можно пока что немножко здесь захолодить атаку. Разобраться сейчас вот этим. А в это время можно сделать вот так. Я чувствую, что это должно вести просто как гигантский урон Цезарю. В крайней мере в теории. Потому что им же нечем на это отвечать в среднем. И, конечно, в оброне тоже поудобнее будет по оброне, ну, по защищаться. Урона меньше будем получать. Можно взять его истощением. Потому что прям прорываться у нас чуть-чуть еще не хватает силы на то, чтобы одним ударом покончить с ними. Будем делать, наверное, какие-то резервы здесь. И готовиться как-то вот так с двух сторон сейчас отжимать все. Поиска вот здесь вот у Ласт Хилза все еще готовы. В случае чего тоже просто стали мы там ничего не отдаем. Статок, кстати, очень хороший. Возьмем. И да, наши рейды на их снабжение идут очень хорошо. Проценты, как можете видеть, снабжение все хуже и хуже. И мы это прямо-таки видим в статках. И это только сейчас, когда у них все еще оно есть. Это будет через пару месяцев. Цезарь будет полностью парализован. И вот оно. Поездов нету. Грузовиков, считайте, тоже нету. Уже немножко остановить наши здесь операции. Дать им восполниться. Дать им дообучиться. После чего мы возобновим операцию только уже. Я думаю, сразу перейдем и в наступление одновременно. И да, посмотрите, как это теперь работает. Здесь везде желтые коробки. Люди там начинают кончаться. Очень неплохо мы их истощили. Можем потихонечку точечным ударом начинать атаку. Здесь, конечно, можно замикрить и очень много снести. Просто вот эти цифры, господи. Просто реально ужас выбирает, я думаю. Ну, тем не менее, мы просто здесь, да, начинаем все вайпать. Попадаем сейчас с севера. И начнем уже здесь ликвидировать эту группировку. Думаю, никто сильно не расстройся, если я нажму вот так. Да, кажется, что красное и много где оно правда красное. Где вот фишка решил атаковать прогрессивность одной дивизии. Восель. Но в среднем, на самом деле, мы все равно будем везде пробиваться. Потому что у нас щиток и у нас куча. Куча, я повторяю. Огромная куча нереальной русской авиации. Поэтому какие бы у нас там ни были потери и дивизии, наша авиация, все там все. Также у нас тут появились еще ребята новые. У нас, благо, есть на это все дело фельдмаршалы. Есть даже генерала еще. Ну, вот этого парня сюда назначим. Я думаю, пехоту мы отправим, пожалуй, что-то по отличающемуся север прикрывать. Лагстав мы возьмем. Все-таки. И потом север будет просто находиться такой около обороны. А танки и спецвойска будут дожимать юг. Кстати, наш лут начал ходить вражеский флот. И с ним мы тоже потихоньку сейчас будем разбираться. Здесь флот выглядит очень странно. И как цифра там везде желтая, я даже в него не смотрел. Просто строил то, что у нас и было. И вот мы идем во флагстав. Закрывают наши пехоты и танки. Забирают флаг Цезаря. Давайте забираем флаг Цезаря. Сразу не забрали, потому что им не скликнули. Генералы, понимаете, сидят-сидят там на карте. Никто нажали войск, они туда поехали. Скоро тираней легиона окончится. Это правда. Сейчас сделаю я несколько все-таки ручных окружений, чтобы простить работу нашему автоплану. Здесь еще у нас есть очень хороший фокус, который я также беру потихоньку. Сейчас добьем здесь все чудо это. И будем уже нажимать сами кнопку. Да. По людским ресурсам Цезарь просто уже улетает. И мобилизируется. Да. Он хочет все больше и больше людей в свою войну, но все уже понятно. Цезарь уже проиграл. И да, нажимаем автоплан. Авиация наша тут как тут. Мы ее все так же успешно проводим. Я чувствую, погонять действительно не за грамм. Вот она, речка уже здесь в безопасности. Флот мы вроде как их проредили. Должно стать безопасней. В теории. Флот забаган, кстати говоря. Можем порейдить, наверное, что-то вдруг. Это будет. Вроде не выходит из портов уже. И да, здесь просто додавливаем, додавливаем. Все, что осталось, осталось очень мало. Здесь также еще небольшое окружение. В принципе, и до этого тоже были. Они по идее сейчас уже будут еле успевать мобилизироваться. За потерями. Ну как-как. Здесь, да, все еще они держатся, потому что нигде и не было перелезть, скажем так. У нас армия теперь вот эта вот свободная. Давайте, наверное, как-то вот так мы перестору изменим. Будет давить у нас центр, наша танковая армия, а пехота будет прикрывать юг. На севере пехота просто стоит тоже. Она не слишком подходит для наступлений все-таки. Ой, я выберу не подку чего-то в их войсках. Возможно, это и людские ресурсы, а возможно, это и армейские ресурсы. Если глянуть сюда, то у них, да, начинаются реальные проблемы совсем, судя по всему. Но мы не против. И да, здесь автоплан немножко нас подруйнил, но ничего, справимся. Ой, хорошие новости с моря. Мы тут тоже успешно потопили неплохую часть пенниплая в войск Цезаря и флота, который его прикрывал. И здесь тоже, судя по всему, реально неплохая такая выиска летела. Они все еще высадились, но, по крайней мере, не все. У нас есть какие выиска сюда выделить. Вот это вот все отправляем. Тут он сообщил. Вот это все еще чудо есть. Но это чудо, наверное, мы все-таки отправим на восток. Нам там еще не хватает дивизий дополнительно. Из-за того, что я вижу, здесь реально доехало, как видите, очень мало. И более того, у них здесь нет снабжения, потому что мы здесь все рейдим. Прекрасно. Наш флот сработал как надо. Сейчас, конечно, починится, но остановится. А, более того, у них портовы даже просто нету, по-моему. Вот это есть. Но я не уверен. Ладно, может, они могут снабжить, может, нет здесь странные пути снабжения, скорее всего. Наверняка сказать сложно. Считаю норму все галочки. Поломасштабное уступление везде. По потерям, конечно, ситуация плачевная для, в принципе, всего Альянса Цезаря. Там Цезарь потерял 70 тысяч и для этого мира это просто какие-то колоссальные числа. Потерял, в принципе, почти две наши армии. Я думаю, через некоторое время потерять реально две наши армии. Сразу видно, кто не готовился к этой войне по-настоящему. Ну и здесь тоже, так как мы нажали галочку, мы уже начинаем их выдавливать. Не хватает людей, нехватка боеприпасов, говорится. Натуреон, например, это Цезаря, 90%. Но, можно сказать, только увы. В итоге здесь группировка попадается в окружение. Здесь мы без проблем проходим, здесь нету никаких резервов сзади. И вот этот еще город породержится, я думаю, какое-то время достаточно большая дегруппировка, но даже она уже окружена, будет тоже ликвидирована. Дегруппировка полностью ликвидирована. И да, потери Цезаря прошла от воображения. Уже никто не хочет служить в его армии. Все понимают, что мужик совсем поехавший. Реально Цезарь в 23 веке что туда не доходит и скоро будет сдаваться. Осталось немного докапитуляции. И вот уже два солнца капитулировали. Кстати, говорят, вот еще параллельно у двух солнца была война вот здесь с этими мексиканскими ребятами, но я думаю, что это сильно повлияло. Все-таки основной оппонент здесь очевидно Цезарь. Смотрите, платок Аларада можно здесь сделать. Петензии какие-то на территории здесь, конечно, сделаем. немного чего интегрировать потихоньку. Кстати, там есть фокус штатрина. Панграфов больше нету. а нет, мы флагста взяли. Можно теперь там что-то сделать. Окей. Сейчас будем фокс тоже жмякать потихоньку. И не забываем про образца стали, который здесь сидит сихаря. То есть, не происходит, но мы-то знаем, что они коварны. И их точно надо примитивно демократизировать. И это наступила капитуляция всего Легиона. Надо добить еще какую-то мелочь. Легион какой-то. А нет, Генто Дель Соль, это что-то в Мексике. Их железный ленц это вот. Наши танки покажут им, что такое настоящее железо. Генто Дель Соль капитулилировала, видимо, это было что-то здесь. Еле живое. Железный альянс сейчас с вами добьем. И да, посмотрите, как у нас гарнизоны улетели моментально. 5000 теперь нужны в гарнизоны. А я не верен, что я бы мог что-то сделать. Наверное, собакой. собаки, по-моему, здесь, да, неплохо могут помочь. Идея, наверное, по аналогии с ванилой, здесь можно... Ладно, не совсем. Но, в общем-то, собаками можно неплохо. 6600, 6600 меньше людей будет. Давайте так и сделаем и жестко будем сейчас делать на заводах собак. Ведь как еще делают собаки, в общем-то, в этом мире. Только так. Ну, это, я так понимаю, все силы разновляться были где-то там, вдалеке. Нами уже уничтожены, более того. Как бы, ничего они больше сделать не могут. Каким-то образом вспомнились еще легионы. Наверное, он фокус взял какой-то такой, не знаю. Тем не менее, окей, разберемся и я бы, наверное, нажимал вот эти кнопки все обязательно. Да. Кроме того, нажимал бы кнопки нам. power. Их реально людей не хватает. И капитуляция. Абсолютно все территории теперь принадлежат нам. Мы убедимся, что там будет возрождена цивилизация, как говорится. И, господи, очень дорого это все стоит, видимо, потому что там какие-то претензии есть у кого-то еще. Но я полагаю, что мы сможем забрать все. Значит, начинаем с того, на что у нас нет претензий. Средняя жутка у медведя. Мы одержали победу, но у нас да. Что делать с этими территориями? Вопрос хороший, вопрос хороший. Может, укротить столь неопятности к местности? Куча сопротивления, просто гига. Куча сопротивления. Ух, да, будет неприятно, как я говорил, горизонтами проблемы. Я думаю, краткосрочное решение это просто распустить часть в общем-то нашей армии, пускай армия идет. И здесь мы будем, где уже есть достаточно подчинение, как-то уменьшать вот эту политику. Когда собак нужно очень много на то, чтобы покрыть такие огромные территории. Распускаем просто еще одну армию, ну, естественно, нам очень не хватает людей, поэтому придется сократить. Этому практически хватает, я думаю, мы справимся. Начнем мы с этого. Республиканские суды минус сопротивления звучит очень приятно. А вообще, наверное, на этом мы закончим нашу текущую серию. Так что с вами был Дубка, обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. В следующей серии мы все это интегрируем. Думаю, установим полную гегемонию уже нашего медведя над Америкой. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok